Сейчас мы будем заниматься изоляцией и лечением фиссурного кариеса 34-го зуба. Это очень небольшая работа. Она очень часто в нашей практике выполняется без необходимости дополнительной анастезии. Мы не будем использовать ротационные даже, наверное, инструменты. Проведем изоляцию при помощи клампа ТОРВМ Индекс 2. Обязательно переспрашивайте, терпимо ли. Я вот сейчас зафиксировал, все ли терпимо. Пробуйте стабильность клампа. Подготовлена пластина с перфорацией в одном месте, в которой будет зафиксирован кламп при помощи крылышек. Этот кламп имеет крылышки на своем теле. Вот таким вот образом. И зафиксирована в полость рта на зубик, который мы выбрали для лечения. Мы используем платок Никтон, тонкий. Это хороший, удобный выбор для такого вида локализации кариеса на жевательной поверхности первого класса. Аккуратно зафиксировали. Так же терпимо. Все нормально? Аккуратно зафиксировали. С точки зрения этого, значит, дальше наматрие нужно. Убираем трагейд и фиксируем платочек обратно на лодочку. Все уголочки равномерно зафиксировали. Не забудьте сбрасывать крылышки с клампа. Платочек с крылышек кламп. Мы подготовили. Давать будет это импраздирект от эмаль А3. Потому что у нас в пределах эмали работа. И, соответственно, бондинговая система будет, скорее всего, оптибонд FL. Для этого достаточно этой работы.